В Тверской области закончилось предварительное голосование Единой России. Его итоги обсуждают сейчас политики, журналисты, общественники. Подчеркивается важность этой процедуры. Открытость партии, активность выборщиков. Свыше 105 тысяч проголосовавших. Результат весомый. С молодыми участниками Праймерис пообщалась наш корреспондент Наталья Чекет. Предварительное голосование выявило одно явление. В политику приходят новые лица. Это активные, желающие проявить себя молодые люди. Причем сразу на высоком уровне. Государственные думы. И многим из них удалось показать хорошие результаты на Праймерис. Напомним, что в Тверской области одним из победителей Праймериса в Государственную думу по списку и 179-му Тверскому округу стала руководитель регионального центра акции «Мы вместе» 32-летняя Юлия Саранова. Однако хороший результат в предварительном голосовании показали и другие молодые жители региона. Так журналист и фитнес-тренер Наталья Воробьева заняла четвертое место по Заволжскому одномандатному избирательному округу, набрав 2320 голосов. Я решила принять участие вообще в какой-то политической гонке первый раз. Так как мне стало интересно, как это все проходит изнутри. И к тому же мне не безразлично, что происходит в нашем городе. Хочется какие-то предложения высказать. В общем, как-то сделать город лучше. Среди тех, кто принял участие в праймерис, есть молодые люди, которые давно занимаются политической деятельностью. Например, Даниил Тропкин, председатель молодежной палаты при Тверской городской думе. Молодой человек занял девятое место по 180-му избирательному округу и набрал 1505 голосов. По мнению Даниила, предварительное голосование помогает определить людям, кто будет представлять их интересы. Это не где-то кулуарно определяется непонятно кто, а вот сами люди приходят и представляют голос тем, кто будет их дальше в ЗАГС собрание, в Госдуме представлять. Это важно, конечно. И плюс повышается открытость выборов. Еще один кандидат Дмитрий Серов. Блогер, байкер и член клуба «Ночные волки». Молодой человек избирался по 179-му округу. За него проголосовал 2571 человек. И он занял пятое место. Предложения Дмитрия смогут изменить жизнь жителей Тверской области. Одним из моих программных намерений, которые я объявлял во время праймерис, это снижение возраста получения водительского удостоверения для детей с 16 до 14 лет. Мы видим, что на дорогах области очень много школьников катаются на мотоциклах, на мопедах. Но сейчас, к сожалению, они ездят незаконно. Если понизить возраст получения водительского удостоверения, уже школьник будет на общих правах со всеми участниками движения находиться на дорогах общего пользования и вместе с этим нести ответственность. А как отметил действующий депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев, во время народного голосования проявилось много новых лиц. Действительно активных и востребованных. И полученный опыт поможет этим молодым людям встроиться в политическую систему. Результаты прошедших праймерис показали, что молодежь все больше интереса испытывает к участию в процессе в политической жизни. И это очень здорово, потому что люди пробуют свои силы, молодые люди. У них действительно очень много инициатив различных. И нужно создавать такие условия, чтобы они действительно участвовали в выборах, чтобы они действительно предлагали свои решения по налаживанию нашей жизни, чтобы они вообще участвовали в социальном строительстве в нашем обществе. Напомним, что нынешний праймерис проводился как онлайн, так и в традиционной форме. Проголосовать могли любые граждане России, обладающие активным избирательным правом. Итоговые списки участников выборов «Единая Россия» утвердит уже на съезде 19 июня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!